Приветствую вас, ваш молодой человек, он вами дорожит, он по итогу скорее всего все равно хочет быть с вами, он по итогу все равно вас нуждается, он по итогу все равно стремится к вам, вот, и мотивы у него на самом деле достаточно простые, он не хочет вас терять, просто не хочет вас терять, и все. Это, я думаю, единственный мотив вашего молодого человека. Ну, может быть, может быть, еще его интересует, интересуете вы как девушка, да, то есть, ну, может быть, он в чем-то нуждается в контексте вас. Вот, но я думаю, я думаю, что скорее всего он просто не хочет вас терять, я так думаю, мне так представляется. Вот, то, что вы выносите ему мозг, его, конечно, напрягает, то, что вы выносите ему мозг, ему, конечно, не нравится, вот, но он, видимо, дорожит вами достаточно сильно для того, чтобы, несмотря на это, несмотря на это все равно хотеть с вами построить отношения. А в этой ситуации, другой вопрос, что в этой ситуации интересует скорее ваша позиция, скорее ваше, ваше желание, ваши цели. Вот, то есть, в этой истории интересно, как вы сами считаете, справедливо ли вы выносили мозг своему мужчине, да, своему парню, и, соответственно, если вы понимаете, что делали подобные вещи несправедливо, да, то есть, если вы поняли, что были неправы в этой ситуации, то, соответственно, имеет смысл с ним пообщаться и имеет смысл, ну, снова с ним сблизиться, может быть, и, собственно говоря, вновь начать отношения, что, по сути дела, ну, сыграют на руку вам обоим, да. Если же вы считаете по-прежнему, что справедливо выносили ему мозг, ну, своему мужчине, молодому человеку, то, в таком случае, отношения вам лучше не начинать и не восстанавливать, потому что в этом не будет ничего хорошего, ибо вы опять будете ему выносить мозг, а он опять будет, значит, жаловаться и так далее. С другой стороны, вы можете сразу сказать ему о том, что вот если ты, значит, не начнёшь работать, ну, в другое время, да, не на, не в ночное время, если ты на нём заработать, то, соответственно, я не вижу смысла с тобой вообще в отношениях находиться. Вот. Вы вполне, ну, можете ему, так сказать, сразу. И тем самым, в общем-то, сэкономить время, много времени, и себе, и ему, и вообще всем. Вот. То есть, как правильно вам сказал мой коллега, вы подумайте, чего хотите именно вы сами. Что вы хотите, что вам нужно в этой конкретной ситуации. Вот. И уже исходя из этого будете действовать. Понимаете? То есть, вы пытаетесь его мотивы понять. Вы пытаетесь понять мотивы парня. А зачем? Обратите внимание на себя. Что хотите вы? Вот уже исходя из этого, и, значит, выстраиваете свою модель поведения. Вот. Зачем равняться на кого-то другого, даже если этот человек вам не чужой и так далее. Всё равно ведь вы проживаете эту свою жизнь. Вот. Поэтому разберитесь с собой. Разберитесь с собой. С тем, что хотите. С тем, что хочется вам. И вот тогда уже исходя из этого будете действовать. И отвечать, собственно, парню. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.